Самый главный вопрос, на котором нам нужно остановиться после всего, что мы рассмотрели, это то, как мы должны применять новые. И опять же, насколько наша задача это не любые идеи, переубеждать одних, потом переубеждать обратно, а убеждать именно их в истинности учения Христова, то давайте посмотрим, как же сам логос, сам источник этих законов логики, оплатившийся в Иисусе, применяет закон логики. Значит, это у нас Евангелие от Матфея, 22 глава, 22 глава, с 23 по 32 стиху. Моисей сказал, если кто умрет, то не оставим детей. Братство женится на водоле, и так про Петру и Братство его. Были у нас семь братьев. Первый, женившись, умер, и не иметь детей, оставил жену, братство ему. Но то же произошло со вторым, третьим и, наконец, седьмым. После всех умерла и женщина. Итак, то воскресенье, женой которого из семьи будет она. Заблуждаетесь вы, и вы не знаете Писания и силы Божьей. В воскресенье не женятся и замуж не выходят. В воскресенье все равно, что ангелы Божьи написали. А что до воскресенья, то разве не читали вы Слово Божие, которое говорит? Я Бог Авраам, и Бог Исаак, и Бог Яков. Бог не есть, Бог мертвых, но живых. Итак, к Иисусу подходят книжники. Правда, картина здесь изображающая более раннее переуслужение. Это когда Иисус юноша. Но Дюрер изображает, на самом деле, своих современников, докторов богословия, окруживших Иисуса и пытающихся доказывать свои идеи, доктрины и прочее. К Иисусу подходят саддукеи, которые, как мы уже говорили, были абсолютно уверены, что Иисус – это их парень. Он так славно фарисеев гоняет, вот если бы еще вот эта мелочь, что он веет в воскресенье, он поможет от него избавиться. И тогда все, кто идут за ним, это наши люди, он будет нашим вождем, и у нас будет спокойный порядок. Вот, они подходят, говорят, учитель, задачка. Есть задачка для учеников восьмого класса. Значит, семеро имели ее женой. Первая предпосылка. Вторая предпосылка – все воскресли. Какой вывод? В воскресенье тогда получается, что одна будет жена всем семерным сразу. Вот, пожалуйста, раз вывод неправильный, аргумент обоснован, аргумент составен правильным. И раз вывод неправильный, значит неправильна одна из предпосылок, как минимум одна из предпосылок. Первая предпосылка – неправильная быть не может от условия задачи. Такова сама задача. Следовательно, какая предпосылка неправильная? Вторая – все воскреснут. Все, мы его сделали, пошли вместе бить в хрисе. То есть, еще раз давайте, разберем задачу. Обратите внимание, перед источником действительно позволяет совершенно конкретная логическая задача. То есть, есть два утверждения. То есть, A плюс B, следовательно, V. Мы знаем, что V – ложь. И, следовательно, A плюс B тоже является ложью. Вот, но мы знаем, что A плюс B – вот эти два условия – ложь. А A – это истина, насколько это условия задачи. И все, все, уже вроде как элоги больше нечем. Задача доказана, воскресенье мертвых не существует. Как действует Иисус? Иисус не начинает сразу. Вот, там двое, значит, представители с внутренними вопросами и прочее. Равно как Он начинает тут же показывать, что вот, значит, вот ваши ошибки, вот они, ваши заблуждения. Иисус начинает совершенно с другого. Он начинает не с того, что он начинает разоблачать их утверждения, а с того, что он выявляет причину. То есть, ни в чем их ошибка, главное. А главное, почему они ошибаются. Он указывает на причину заблуждения. То есть, определяет область нахождения твердынь. Помните, мы говорили, в чем заключается тематическая оплодетика. Пут 1. Нужно обнаружить вот ту область твердынь, которая не позволяет принять истину. Он нам говорит, в чем причина. Заблуждаетесь. Почему? Потому что не знаете ни Писание, ни Силы Божьей. Вот причина. Следующее, что он делает, это он показывает, где же их ошибка. То есть, собственно, сокрушает этот твердынь. Итак, семеро имеет ее женою. Первая предпосылка. Вторая предпосылка, что все воскреснут. Вывод неправильный, значит, неправильная одна из предпосылок. Но Иисус говорит, на самом деле, неправильная ни одна из этих предпосылок. Но дело в том, что есть еще предпосылка, которую вы просто не произносите, вы ее принимаете, как само собой разумеющееся. Это то, что в воскресенье женятся и выходят замуж. Вот она, третья предпосылка в вашей задачке. Вы ее не произнесли, но она в эту задачку вставлена. Так вот, это так раз предпосылка и неправильная. А раз эта предпосылка неправильная, значит, соответственно, ожидая, что вы в этот правильный не приходится. Но встает вопрос. Хорошо, Иисус доказал, знаете, я смотрю на эту ситуацию, ну, я вот так бы разгромил оппонента и сказал, ну, все, значит, мы победили, значит, я доказал, что они неправы. Если я доказал, что они неправы, доказал ли я этим, что я прав? Нет. То есть, указав на неправоту утверждений саддукеев, Иисус тем самым не доказал, что он прав. Он делает следующий шаг. Тот шаг, который очень часто мы не делаем. Он переходит на поле оппонента и утверждает истину, уже играя по их правилам. Почему саддукеи не верят в воскресенье мертвых? Ну, что они на Туре основываются и считают, что... А почему они на Туре основываются? Они что, не верующие? Они в Бога верят? Нет. В Бога верят. Они верят, что Моисей только, вот, первый, то он написал все и считает. В Туре говорится о воскресенье мертвых? Нет. О, вот причина. То есть, их полем является Тор. Вот все, что там потом писал, там все эти сухие кости у Эзекииля и прочее, это уже байки, писания. Вот только Тора, только закон, вот это то, что дал непосредственно. Моисей единственный, кто непосредственно с Богом говорил. То, что Моисей дал, то и есть закон. Все остальное законом не является, все остальное это уже ваше фриклорное творчество. Вот. Иисус говорит, хорошо, давайте поговорим о Торе. То есть, Иисус переходит на их поле. Он отказывается от всех писаний, от всех псалмов и прочее. Он переходит на их поле и играет по их правилам. Итак, в Торе сказано, причем сказано не Моисеем. Что такое Моисей? Да. Ну да, Моисей, Моисеем Богом, а Моисей человек. А сказано самим Богом. То есть, ваш Моисей отдыхает. Сам Бог сказал, я есть Бог Абраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. А Бог является Богом живых, а не Богом мертвых. Вот вам задачка. Бог Абраама, Бог Исаака, Бог Иакова, и Бог живых и мертвых, но живых. Вывод какой? Что для Бога они живы. Значит? Что нам это говорит на воскресенье мертвых? Значит, существует воскресенье. То есть, Он их громит на их же поле, по их же правилам. Он разгромил их с точки зрения, Он показал их ошибочность сначала. Но этого недостаточно. Он утверждает истинность своего учения на основании их же собственных убеждений. Он находит в их убеждениях вот этого неведомого Бога, в их убеждениях тоже правильно. И не их мнение хранит собственное мнение, а их неверное мнение при помощи их же собственного верного мнения. А против собственного мнения, да, не попрешь. Вот. Таким образом Иисус делает, выполняет то, что мы с вами, собственно, и назвали систематическое поведение. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансом. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com ¿у? Проистоящий www.tvseminari.com Вдохновился на сайте Ya bliокеном, а、「变им existsiskbre» Продолжение следует...